Приветствую всех. В эфире Арча Медиа. С вами я, Кассиэт Мамурбай. И гостя сегодняшнего вечера Чинара Джакупекова. Это адвокат Клары Суронкуловой. Она также была задержана по делу Ким Пирабата с другими 26 активистами. Здравствуйте, Чинара. В первую очередь вопрос насчет вашего последнего поста о состоянии Розаим Норматовой. На сегодняшний день известно, что уже третий день несколько активистов, а именно 19 человек, держат голодовку. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как их состояние. Сегодня я вечером была в СИЗО номер один, хотела проведать Клару Суронкулову. И там как раз при мне вывели Розаим Норматова. Она еле ходила, то есть держалась за конвоира. И лицо было очень бледное. Также она сообщила мне, что у нее участились рвоты с сопровождением желчи. А также она тоже говорила, что ей уже падают в обмороки. Но все-таки от медицинской помощи тоже отказалась. Состояние действительно крайне тяжелое. И я так полагаю, что нуждаются в помощи. Что насчет других задержанных? 19 человек, они официально начали свою голодовку, да? Как я понимаю. Я еще видела Суранову перезаду. Суранова перезаду, оказывается, она до этого болела. У нее высокая была температура. И она мне тоже сообщила, что эта температура вообще не спадает. Мало того, что она еще голодает, вот эта температура. И тоже человек еле держится. Она очень бледная, на них было просто очень тяжело смотреть. Также Клара Суронкула тоже уже жалуется, что у нее уже грыжа. То есть все тело уже болит. Но, тем не менее, она держится. А вот голодовка, она с целью чего? Какие требования они ставят по окончанию голодовки? То есть они требуют справедливых следственных действий, справедливых судебных процессов. То есть как и следствие, так и суд, как я уже до этого описала, идут как бои без правил. То есть о правилах, что существуют такие-либо правила, говорит только мы. А и следствие, то есть мне кажется, как будто этого уголовно процессуального законодательства нет. То есть только все мы узнаем, что в отношении наших подзащитов назначили экспертизы. А об этой экспертизе нам не сообщалось. Хотя по всем делам всегда сообщают, ознакомливают, всем дают постановление. Я писала жалобы, дайте нам постановление, хаатайся, на все это не отвечают, не реагируют. То есть, по-моему, уже... То есть это как будто беззаконие какое-то. И на них законы не действуют. Насчет судебных заседаний. Вот буквально три дня назад прошли судебные заседания всех заключенных по Кемпирабаду. И вы там писали о том, что уголовное дело как-то переменено в словах. Можете чуть-чуть поподробнее рассказать об этом? Есть постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Указывалось, что они привлекаются из-за того, что они собрались именно по Кемпирабаду, подохранилищу, и там хотели свои требования выявить, требования сказать и так далее и тому подобное. В хаатайсе о продлении там о Кемпирабаде нигде не оговаривали. То есть, я так полагаю, что власти уже подумали, что вопрос о Кемпирабаде уже не стоит говорить, потому что люди же начали заступаться на них, и уже обозначили совершенно другие основания. А других там оговаривают уже совершенно… А это деяние, которое описывается в хаатайсе, за это деяние, оно уже относится к особо тяжким. И указывают, что там они собираются, собираются захватить власть насильственным путем. И вот это они описали тогда, то есть. И, конечно… А вот следователи, что говорят следователи? То есть, у них есть какие-то доказательства того, что эти заключенные хотели, там, не знаю, захватить власть? Или что они говорят? Дело в том, что я полагаю, даже не полагаю, я уверена, то, что следователи никаких доказательств не нашли и не найдут. Но они затягивают следствия для того, чтобы заставить вот этих людей, которые находятся в сезон, заставить их каким-то образом, заставить, чтобы они говорили друг на друга. То есть, давали показания, оговаривали друг на друга. Потому что до этого мне Норматова говорила, что следователь Джапеков пригласил ее и начал требовать, чтобы она дала показания против Клары Саранковой. И если Норматова дала бы показания против Клары Саранковой, он бы ее отпустил бы. Кроме Норматовой, есть и другие, то есть, и других обвиняемых тоже приводили и предлагали. Если скажешь на того, на того, на третьего, мы тебя отпустим. Все отказались дружненько и поэтому всем дружненько продлили. Вот в этом и закон. Мы еще недавно узнали, что следователь, главный следователь Джапеков недавно был повышен в должности. Я точно не знаю, в какой должности, но, скорее всего, вот это действие следователей и других исполнительных людей как раз-таки услужится перед властью. Как вы считаете, его повышение-то связано с делом по Кемперабаду? Конечно. Безусловно, да? Безусловно. Насчет голодовки. Есть одно, что именно этот следователь всегда берется за такие дела. Именно он. Другие-то более умные никогда не возьмутся за заказные дела. А он, бедный, и за это взялся, и Курсана Сану, когда тоже обвинили именно по этой статье, и когда была именно подделка звукозаписи, которую тоже озвучили, тоже он ввел уже. То есть все поддельные дела, фальшивые, ведет он заказными. Еще вопрос насчет заключенных по Кемперабаду. У вас, у адвокатов, есть ли какая-нибудь, не знаю, тактика ведения защиты в этом беззаконии? То есть, да, я понимаю, это какие-то рамки закона, да, что есть какие-то... В целом предпринимались ли какие-то действия? Да, тактика-то мы жалуемся, мы жалуемся президента, обращение пишем. У нас есть общая тактика, у нас есть группы, вместе работаем. Но нигде ничего не помогает, не реагирует, нам не отвечает. Я же говорю, идет как будто игнорирование прав, как будто вот эти заключенные, они не люди. Куда ни пишешь, все, мы вас понимаем, но ничем помочь не можем. Вот есть еще, например, слова о том, что Мирзиоев еще не приехал, да, из-за этого как бы заключенных не отпускают и продлили до 20 февраля. Вот если президент Узбекистана таки не придет в Кыргызстан, не приедет, да, они, власть будет держать их до конца, пока президент не приедет, или... Вопрос я не могла, это надо вопрос власти. Да, просто, может быть, мы надеялись на то, что их выпустят 20 декабря, хотя бы женщин такое было, даже мужчины сказали, выпустите хотя бы женщин, но этого тоже не произошло. Так, по-моему, уже у них другие цели. Мне кажется, другие цели, судя по тому, что формулировка поменялась. Может быть, они считают, кто-то, кто это заказал, что вот они непослушные, пошли против меня, чтобы они, вот, чтобы все люди слушались, подчинялись, вот вам показательно. Я вот это и так и понимаю, да? Еще хотела спросить насчет уголовного дела. По слухам еще добавили еще одну статью, да, 327-ю. Это правда или просто формулировку поменяли? Формулировку поменяли, а статью еще не добавили. Дай бог, надеюсь, не добавят. Это та же 278-я статья, да, то есть массовые беспорядки. Пока только массовые беспорядки, потому что, чтобы поменять формулировку, надо новое предъявление сделать. А новое предъявление нету, а они вышли за пределы предъявленного объединения и формулировку поменяли. А то, что формулировку поменяли, это уже даже уголовно наказуемое деяние в отношении следователя. Но тем не менее, я же, как говорила ранее, у нас сейчас законы и правила никак не работают. А вот формулировка обвинения, она изменена у всех, либо только у Клары Соронкуловой? Вы об этом не спрашивали? У всех, у всех. Ага, абсолютно у всех. У всех, да, каратайство сделано под копирку, у всех, одинаково. Еще хотела спросить насчет голодовки, да, то есть за ними наблюдают врачи, они переводятся в отдельную камеру, да, как вообще происходит? По правилам нужно перевести в отдельную камеру, для того, чтобы, когда вот другие бы кушали, это не являлась бы пыткой для тех, для голодающих, но тем не менее, вот этих условий у них нет. То есть они находятся вместе с другими, и они голодают там, а люди там кушают, и поэтому тоже, вот это тоже является пыткой. То есть в целом даже условия для голодовки тоже не предоставляются? Это должно как-то заявление касаться у голодовки, чтобы предоставили место? Или были с игнорированы какие-то требования? Эти правила существуют, но, как сказали сами политзаключенные, оказывается, СИЗО им сказали, что у них нету лишних помещений, и они условия не смогут сделать. Увы. По этим основаниям они находятся вот при таких обстоятельствах. Какие имеем, да? Что сейчас предпринимается на данный момент? Будет ли какое-то обжалование решения недавнего первомайского? Я обжаловала в отношении Клары и в отношении со СССР. И, насколько я знаю, все адвокаты обжаловались в Бишкекский городской суд. Все. И когда будет рассмотрение, еще неизвестно. А есть примерные даты? Неизвестно. Ну, примерно в течение 10 дней должны уже рассмотреть. То есть через неделю будут в Бишкекском городском? Хорошо. Спасибо вам, Джинара. Вы рассказали в целом про состояние заключения. Надеюсь, с ними ничего плохого не случится. Власть одумается. И хотя бы, не знаю, женщин, отдельных отцов вытащат на свободу, потому что они, честно говоря, реально не представляют никакой угрозы. Спасибо большое вам. С вами была Арча Медиа. Спасибо вам. И адвокат Клара Суромкулова, Чинара Джакупекова. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok